Ну хорошо, давайте я скажу буквально пару слов. Сегодня у нас первая лекция из мини-курса, пяти лекций, которую прочтёт нам Григорий Ильич Фалькович. Григорий Ильич Кончил физфакт Гусевского государственного университета, но быть на свою школьникам с отличием закончился ГТШ. Так что, значит, физфакт имеет прямое отношение. Он вначале работал в Новосибирске, а сейчас уже 20 лет, наверное, больше. 20 лет. 20 лет работает в институте Ленивайцмана в Израиле. Ну и, соответственно, занимается он различными проблемами, связанными с конкурентностью, ну и вообще с сильно неравновесными системами. Ну а курс лекций он прочтёт про гидродинамику, но с точки зрения физики. Так что? Спасибо. Вы меня почти не знаете, то есть то, что Владимир Ильич сказал, я вас не знаю совсем. Успех любой лекции, любого курса зависит от того, насколько хорошо вы будете понимать меня, я буду понимать вас. Это взаимно. Поэтому на данный момент я предполагаю, что вы ничего не знаете про гидродинамику, но очень умные. То есть я стартую с нуля, но буду двигаться достаточно быстро. Значит, если вы что-то знаете по гидродинамику, или не очень умные, не стесняйтесь дать мне об этом знать в каждый момент времени, когда вы чувствуете, что я двигаю слишком быстро, или я говорю вещи, которые тривиальные, банальные, вы знаете их и так, и жалко вам не хранить время. Окей? То есть очень важно, чтобы у нас все время была какая-то обратная связь. Хорошо? Вот. И я буду стараться все время вас провоцировать, вызывать, так сказать. И еще одна очень важная вещь, я думаю, что вы уже это знаете, как физики. Значит, когда я заду какой-нибудь вопрос, то не бойтесь сказать глупость. Потому что только так можно натренировать свою интуицию, когда вы сразу говорите ответ. А плопаете? Нет, наверное, все-таки не так. Вот только таким способом можно научиться думать. Кроме того, не будете задавать вопросы. Глупых вопросов не бывает. Только ответ. Окей? Договорились? Значит, я этот курс расскажу вам про гидродинамику и газодинамику, вообще как бы механику сплошных сред, которую многие воспринимают как очень такой не модный, что ли, раздел физики. И я занимаюсь ею 25, наверное, лет, может быть, почти 30. Я занимаюсь разными областями физики. И я сначала хочу сказать несколько слов, почему мне представляется этот предмет важным и интересным. И почему я на самом деле, когда я выбирал, что мне преподавать, я выбрал именно это. Во-первых, физик должен знать гидродинамику, потому что просто с чисто культурной точки зрения. Физик – это тот, кто смотрит по кругу и понимает, что происходит в окружающем мире. Вот понимать, как течет вода, дует ветер, на самом деле очень важно и совсем непросто. И большинство людей, даже профессиональных ученых, не очень хорошо понимают просто, что реально происходит, когда мы плывем в воде. Вот я хочу, чтобы после этого курса у вас был фундамент, на котором вы сможете строить это внимание. То есть сможете глядеть вокруг и понимать, что происходит в окружающем мире. Значит, первая причина – это культурная. Вторая причина, по которой, конечно, каждый физик должен иметь какое-то минимум знаний гидродинамики, что профессиональная. Если вы, например, занимаетесь астрофизикой, или вы, например, строите какой-нибудь аппарат для физики твердого тела, или для нано-материалов, или вы занимаетесь, например, биологией, вам нужно уметь делать не гидродинамические расчеты, а гидродинамические оценки. Физики обычно делают оценки. Эти оценки, на самом деле, чрезвычайно непростая вещь делать. Оценить, например, как течет вода, заворачивает за угол, что происходит, если, например, у вас в бензомарке образовалась дырка и с какой скоростью бензин вытекает отсюда. Вас не интересует расчет, у вас интересует грубая оценка. Сколько у меня времени, чтобы доехать до дырка. Они оказываются очень непростые, и это не искусство. Я хочу вам немножко, так сказать, показать, как это делается, потому что в физике, по большей части, работают оценками. И третья причина, конечно, на самом деле, самая важная причина, почему стоит учить механику сплошной среды, это концептуальная причина, потому что механика вообще основа всей физики. Физика появилась как механика и развивалась как механика. Сначала она появилась как механика частиц и тел, и те методы, которые были развиты при описании механики частиц и отдельных тел, это лагранжевые гамильтоновые механика и соответствующие формализмы, были потом перенесены в оптику, были потом перенесены в квантовую механику. Теперь механика сплошной среды – это механика, но система с бесконечным и бесконечным степенью свободы. И она концептуально точно так же является основой нашего обращения с системами, которые бесконечно много степеней свободы. И кроме того, мы так созданы, что нам легче думать и чувствовать в терминах механика. Вот Эйштейт говорил, что он думает мышечными ощущениями, что вот так типа не идет, а вот так идет. Ага, значит тут, по-видимому, есть нарушение аксиальной симметрии. Значит, ну, это вот все были мотивации, теперь давайте займемся делом и определим предмет, что мы будем изучать. Мы будем изучать, во-первых, сплошную среду. Сейчас будет минут пять определений. Сплошная среда – это значит, что любая мельчайшая порция среды имеет те же самые свойства, которые любая другая большая порция. То есть нет никакой дискретности. Среда абсолютно сплошная, и ее свойства одинаковы при любом измельчении. Значит, может быть в этом месте стоит сказать, что те, кто дослушивает курс до конца, смогут получить по файлу, в котором этот весь курс со всеми формулами, со всем текстом, но, к сожалению, на английском языке записан. Поэтому в какой-то момент, так сказать, можно не записывать. Если вы читаетесь нормально по-английски, то можно не записывать, а скорее слушать и думать, какой бы вопрос забыть. Значит, первое определение – это сплошная среда. Второе определение – не всякую сплошную среду мы будем изучать. Мы обманщить среду, которая является текучей. По-английски это называется «флюид». И английское слово «флюид» между прочим включает в себя сразу и газы, и жидкости, поэтому по-английски про это легче говорить. Что же такое текучесть? Текучесть – это означает, что среда не останавливает деформацию. Это не означает, что среда не сопротивляется деформации. Мы пытаемся изменить форму. Мы прикладываем силы, которые пытаются изменить форму нашего тела. И, конечно же, тело сопротивляется. Но сила сопротивления стремится к нулю по мере того, как скорость этой деформации уменьшается. Это означает, что сколь угодно медленной деформацией мы можем достичь того, что сила сопротивления будет сколь угодно мала. И при этом можно деформировать это тело. Значит, в этом смысле это определение является, конечно, совершенно неаккуратным. И это, что называется, определение физика, а не математика. Потому что при наличии достаточного терпения деформировать можно что угодно. Вот в Библии есть такая пророчество Дебора, которая говорит, перед лицом Господа даже горы текут. И это очень глубокое наблюдение, в результате которого соответствующий параметр. Вот первое безразмерное число, которое сегодня у нас появится, называется число Деборы, а обозначается так. И это характерное отношение времени релаксации. То есть, когда вы приложили, например, силу, и ваш объект изменил форму. Ко времени наблюдения. Так вот, различие между твердыми и жидкими телами нам представляется очевидным только... Да, пожалуйста. Как еще разливается число? Дебора. Давайте я вам напишу. На иврите это означает просто пчела. Ну, это вообще женское имя. Ну, ее так звали, эту женщину, звали так. Она была пророчица, она там повела армию в бой, они победили и в гимне, которое... Это очень красивое место Библии, это в книге судей. Вот там есть такая замечательная фраза, на основании которой физики теперь говорим это понятие. Это, на самом деле, как всегда... Значит, это первое из безразмерных чисел, которое физикой называется контрол по управляющим параметрам. Я иногда буду запинаться, потому что я читаю этот курс восьмине на английском, и только чтобы его прочитал в Леоне тоже на английском. Вы меня поэтому поправляете как-нибудь, если у меня возникнет проблема с русским термином. Значит, это первый из управляющих параметров, безразмерных параметров, при изменении которых происходят качественные переходы из одного режима в другой. Так вот, с точки зрения физика, разница между твердым телом и жидким, конечно, исключительно во времени наблюдения. Всякое твердое тело содержит все дислокации, и если к нему приложить силу, оно начинает течь. Просто это происходит медленно, на масштабе времени, который больше подходит Господу Богу, чем нам. Но если достаточно долго подождать, как Дебура сказал, то и горы текут, которые есть тела с дислокацией. Очень нетривиальный вопрос, на который мы до сих пор не знаем. Я иногда буду упоминать вещи из Думиха Ластертийски, просто чтобы вам примерно показать, где мы сейчас находимся. Очень нетривиальный вопрос, а если у нас есть абсолютно идеальный кристалл, и мы к нему приложим сдвиговое напряжение, потечет ли он? Вот на этот вопрос мы не знаем сейчас ответа, и ведется живая дискуссия. Любой реальный кристалл содержит дислокации, поэтому приложение к нему напряжения всегда придет в текущести. Так вот, мы рассматриваем такие характерные времена наблюдения, что число Деборы много меньше единиц. Это означает, и чем это число меньше, тем ближе к жидкости наша среда. То есть мы считаем, что наша среда не может сопротивляться сдвиговым напряжениям. Это означает, что в покое, если мы наблюдаем нашу среду в покое, сдвиговых напряжения нет, и это первый и единственный закон гидростатики. Нет сдвиговых напряжений. Я хочу сказать, что это, хотя и выглядит как определение, но как почти все в физике является выражением экспериментального факта. Это экспериментальный факт, который является основанием гидростатики. Все, что нам нужно знать про гидростатику, это то, что в ней нет сдвиговых напряжений. Формально это означает следующее, что если вы возьмете вашу среду, здесь видно или здесь уже не видно? Тут просто целях пыльных. Но я последний напишу здесь, потом целях дальше. И означает, что если у вас есть любая поверхность, разделяющая две разных части, то силы на этой поверхности, действующие между этой частью и этой частью, могут быть только нормальными. С этой стороны сюда, с этой стороны сюда, отсюда сюда, отсюда туда. И не могут быть сдвиговые, или, как говорят, тангенциальные силы к любой поверхности. Как бы мы ни провели поверхность, сила должна быть нормальная в гидростатике. Теперь, что происходит в гидродинамике, когда мы начинаем двигать нашу среду? Вообще говоря, понятно, что сдвиговые, конденсальные силы должны быть. В противном случае, если бы мы не имели таких сил, то один раз, помешав, например, давайте посмотрим на стакан чая сверху. Вот стакан чая, он вот так. Мы его помешали, жидкость движется по кругу. Если бы все силы были чисто нормальными, то в любом точке вот здесь, то, что снаружи, может действовать только по радиусу, и то, что изнутри, может действовать только по радиусу. Но радиальные силы не могут изменить вот такую скорость. Ну, точнее, просто, как мы знаем, при радиально-симметричной ситуации сохраняется угловой момент. Угловой момент – это просто циркуляция жидкости по вот такому поводу. Значит, если бы не было сдвиговых сил, то есть, на самом деле, конечно, трения, то эта жидкость вращалась бы всегда и никогда бы не остановилась. Поэтому, когда мы видим, что чай через них трения останавливается, понятно, что такие сдвиговые силы, конечно, в движении есть. Однако же, очень естественно, попытаться построить гидродинамику сначала без них. И это очень характерный пример того, как вообще делаются физические теории. Рассматривается тривиальный предельный случай, в данном случае гидростатика. И потом делается один очень маленький и короткий шаг из гидродинамиков такой. Давайте попытаемся рассмотреть такие течения жидкости, в которых сдвиговыми силами или трением можно пренебречь. Это, как мы сейчас увидим, означает приближение, называемое идеальной жидкостью. Вообще говоря, заранее не очевидно, что это можно сделать. Потому что, конечно, когда жидкость находится в покое, никаких сдвиговых напряжений нет. Когда жидкость находится в состоянии однородного, равномерного прямолинейного движения, понятно, что тоже никаких выгодных движений нет. Теперь мы хотим рассмотреть движение жидкости, в котором ее ходят скорости. Это векторная переменная, которая зависит от другой векторной переменной координаты и от времени. Что оно, вообще говоря, неоднородное, оно зависит от а. Мы будем предполагать, что эта зависимость медленная. То есть локально это движение почти однородное, а мы знаем, что в однородном случае можно пренебречь с двиговыми напряжениями. Вопрос, который здесь стоит, следующий. Если мы задали сначала такое движение, которому градиенты поля скорости очень малы, жидкость начнет дальше двигаться по своим законам, которые мы через минуту напишем. Не станут ли они очень быстро, эти градиенты, велики? И этот вопрос стоит миллион долларов. Это один из Clay Price, то, что называется. Миллионер Clay в Париже. Вот вы, наверное, знаете про Пуанкаре. Пуанкаре, которую перед ним доказал, одна из этих проблем. Вот одна из, значит, другая из семи проблем, это проблема доказать или опровергнуть, что в уравнении гидродинамики за конечное время возникают бесконечные производства. Это означает, что приближение, которое мы сейчас с вами будем использовать, за конечное время перестает работать из любого части. Значит, это, к сожалению, ну, к сожалению, и к счастью для того, кто этот миллион долларов получит, значит, на этот вопрос мы не знаем ответ. То есть, вот мы с вами говорим уже 20 минут и уже сформулировали задачу на миллион долларов. Вот так быстро гидродинамика доходит от того, что мы знаем, до того, что мы не знаем. Значит, давайте все-таки это предположение сделаем и попробуем с ним двигаться и понять, как далеко мы сможем продвинуться. Итак, мы предполагаем, что нет сдвиговых напряжений. Это значит, как я сказал, что все силы только нормальные. Теперь, если я проведу поверхность вот так, то эта сила направлена сюда. Если я проведу поверхность вот так, то силы будут направлены вот так, как передвижение. Если я их рассмотрю близко, то спрашивается, одна ли та же сила отсюда действует сюда и туда. Иными словами, зависит ли эта сила нормальной от другой поверхности от ориентации этой поверхности. Если я сориентирую поверхность здесь, она в таком направлении, если сориентируюсь здесь в таком направлении, одна-одна, одна и та же она или нет. И, конечно, вы, наверное, в школе все учили закон Паскаля, который говорит, что эта сила одинакова во всех направлениях. Его можно... Я помню, когда я учился в седьмом классе, нам учителя ко всеобщему удовольствию поршни обдвигал, и струйки во все стороны, и так они более-менее равномерно летели, и было очень красиво. И это демонстрировался закон Паскаля. Можно его, конечно, более-менее аргументировать силой виски, так сказать, что если взять произвольную такую призму, то, что она находится в равновесии, означает, что силы, которые приложены, должны быть складываться вместе в ноль. Ну, и это означает, что соответствующие силы пропорциональны соответствующим сторонам. Потому что если их повернуть, они будут образовывать подобные треугольники. Но силы разделить на сторону, это и будет давление, которое сила в единицу площади. Это, так сказать, теоретическая аргументация в пользу того, что закон Паскаля выполняется. Значит, это означает, что мы можем полностью охарактеризовать силы внутри жидкости одной скалярной величиной. Сила векторная величина. Но поскольку мы не рассматриваем издвиговых напряжений, рассматриваем только нормальные. Эти нормальные одинаковые во всем направления, то силу на единице площади мы будем называть правлением. И это будет скалярная величина, опять же, зависящая от векторной переменной R и от переменной P. С точки зрения устройства нашей внутренней среды, давления, есть вопрос? Вы, наверное, знаете уже, что вы учитесь друг у друга не меньше, чем вы учитесь у векторов. Поэтому, когда один из вас задает вопрос, другие в этот момент чему-то учатся. Во-первых, вопрос, во-вторых, ответ. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Это очень важно и для других. Или, если не вопрос, а просто замечание. Значит, с точки зрения нашей движения жидкости, давление – это сильное. Но с точки зрения устройства самой среды, давление – это термодинамический параметр, который определяется той микроскопикой среды, как термодинамической системой. Вы помните, что мы рассматриваем сплошную среду. Это означает, что каждый элемент – это большая термодинамическая система, которая содержит много атомов, молекул. И давление – это термодинамическая характеристика. Мы предполагаем, что эта система находится в термодинамическом равновесии. Сколько нужно переменных, чтобы охарактеризовать термодинамическую систему? Три. Больше? Меньше? Какие предложения будут? Так, старшие товарищи знают ответ. Нет ни полумагнитного поля, абсолютно система, состоящая из шариков, летающих туда. Один компонент еще. Нужно ли нам… Это однокомпонентная термодинамическая система, как говорят, это самое… ЭВН. ЭВН. ЭВН – три. Нужно знать три. Например, возьмем идеальный газ. Если мы знаем П и В, мы знаем Т? Может, она нам Т не нужна? Уровень состояния предела на каждой данной системе – это и есть уравнение состояния. На самом деле две. Термодинамика нам сообщает следующее, что всякая однокомпонентная система полностью описывается двумя термодинамическими переменами. По ним восстанавливаются… Я могу 10 минут напомнить термодинамику, но давайте мы это дело проскочим, это довольно стандартная вещь. Значит, нам нужна вторая термодинамическая переменная, чтобы описать состояние среды, материи. Потом мы начнем уже, так сказать, работать с этим как раздвижением, но чтобы все знать про то, с чем мы имеем дело, с жидкостью, с газом, с плазмой, с холодными атомными ловушками, нам нужно знать и термодинамическое состояние. Обычно в термодинамике второй переменной выбирается В, оно выбирается как единица, но В как удельный объем, то есть плотность. Плотность, которая тоже является скалярной функцией от координаты времени. Значит, эти две величины полностью характеризуют состояние среды. Значит, поле В описывает ее движение. Прежде чем мы будем писать уравнение, давайте сейчас спросим, чего мы хотим от поля В. Мы уже с вами пренебрегли с двигательными напряжениями. Это означает, что мы предполагаем, что поле В как-то медленно меняется в пространстве. Ну, не быстро. То есть ее производные не бесконечны. И вот оказывается, что это на самом деле не вполне идеальный моимедический факт, что достаточно предположить существование первых производных поля скорости. То есть мы предположим, что первое производное поля скорости, это вообще, говоря, тензор, это есть производная по иному направлению, отжитой компонентой В, они все являются небесконечными. То есть везде, во всем пространстве эти величины конечны. А простой смысл, который можно увидеть за этим, следующий. Например, если я рассмотрю две точки на расстоянии х друг от друга и напишу уравнение, которое оно удовлетворяет это расстояние х, то оно, конечно же, определяется разностью скоростей на расстоянии х. Фактически то, что мы здесь написали на языке теории дифференциальных уравнений, вот в этом одномерном случае, называется условием Левшинца. Оно говорит, что это должно быть пропорционально х в степени, которая не меньше, чем единица. То есть для того, чтобы существовало производное поле скорости, необходимо, чтобы поле скорости вело себя с разностью координат х, это расстояние, да, вот это идиница. Не медленнее, чем первая степень. Если альфа была бы отрицательная, то тогда эта производная была бы бесконечной в этом месте. Значит, условия того, что эта альфа является больше или равно нулю, она называется условием Левшинца, и она является условием единственности решения вот такого уравнения. Если в этом уравнении альфа не является положительной величиной, то можно проверить, что у этого уравнения есть два решения. Например, если я задам начальное условие, если я задам начальное условие, х от нуля равняется нулю, то у этого уравнения есть два решения. Первое решение это х тождественное. Сейчас, если альфа меньше или равно нулю, или давайте я его уже напишу вот так, единица минус альфа и альфа больше нуля, то в этом случае это есть одно решение, а второе решение устроено так, что это есть альфа Т в степени единицы на альфа. Это показывает, что нам необходимо существование первой производной для того, чтобы у нас были хорошо определенные траектории. Или как, конечно же, можете не сомневаться, что уйма народов, включая и нас, Владимир Валентинович, занимаются течениями, в которых альфа является положительным и траектория является единственным. Это очень интересная и замечательная наука, называемая тереоидурбулятности. Но то, что мы сейчас рассматриваем, мы рассматриваем это называемое непрерывное движение. В этом непрерывном движении все первые производные определены. Это физически означает, что траектории определены единственно своими начальными координатами. Или уравнение на расстоянии между двумя траекториями имеет единственное решение. Это называется условия липшица. Может быть, по-русу, курс литературы липшица через П? Через П, конечно. Через П, наверное. Я не помню, поскольку... Я курс дифференциальных уровней не очень давно учил. Хорошо. Теперь у нас все готово. И мы можем приступить к написанию уравнения на поле В. Поскольку мы знаем, что у этого поля В существует первое производное. И, конечно же, уравнение, которое мы напишем, будет обычным уравнением Ньютона, механики, которое будет говорить, что масса на ускорение равна силе. Ничего другого в механике на самом деле нет. Давайте напишем на это уравнение. Единственное, что мы его должны будем написать до сплошной среды. Мы должны будем сказать, что у меня есть какой-то элемент этой сплошной среды. И поскольку меня будет интересовать сила, действующая на него, мне нужно ввести интеграл по поверхности. Как интегрировать по поверхности. Давайте я введу элемент поверхности, который я буду называть DF. F это у меня будет поверхность. И это будет вектор, который торчит нормально в поверхности. Тогда, соответственно, моя сила... Я должен взять давление. Давление традиционно считается, как бы направленным изнутри. Поэтому, если меня интересует сила, действующая на мой элемент, то это будет минус давления. Я должен проинтегрировать это по поверхности. Видите, это штука вектор. То есть это вообще горо-вектор. И вот это будет сила, которая должна быть равна массе моего элемента на ускорение этого же самого элемента. И я интеграл по поверхности превращу в интеграл по объему, но уже от градиента. Я все время буду путать скорость с объемом. Давайте я буду писать DR вот так, и это будет означать интеграл по объему. Хорошо? Потому что в момент, когда вводятся две буквы V, они обязательно подключаются равной формуле, хотя означают разные вещи. Вам известна формула Стопса. Это простое утверждение, что если у вас есть разность на двух концах, то она есть интеграл от производной отсюда до сюда. Формула Стопса — это многомерное обобщение этого утверждения. Я буду стараться математические утверждения проскакивать без доказательств или в крайнем случае мельком объяснять. Мне более интересно объяснять физику. Тем не менее, без математики невозможно понять физику, поэтому если я буду что-то слишком быстро проскакивать, вы меня остановили. Здесь написано единица минус альфа. Я просто переобредил альфа на ходу, и теперь альфа положительно — это плохой случай, не гладкий. По стурбулентности альфа равняется двум третям. То есть это сильно не гладкое предоставление. А не стурбулентность? Какое решение? Большинство течений являются гладкими. В смысле, что альфа просто равно нулю, и дельта В пропорциональна х на достаточно маленьких расстояниях. То есть все, что нам нужно, это чтобы уже существовала первая производная, чтобы разница скоростей на маленьком расстоянии была пропорциональна самому этому расстоянию. Это означает существование первой производной. Выражаюсь простыми словами. Хорошо. Значит, вот мы написали силу, действующую на единицу объема, и что же такое есть масса? Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-А не движутся. Естественно, я хотел бы, чтобы когда у меня расстояние между ними стремится к нулю, то и в последующем расстояние между ними тоже стремилось к нулю. Это означает, что траектории единственные определены своими начальными условиями. Если альфа больше нуля, то у меня есть не единственное решение. Это значит, что у меня помимо вот такого решения, есть еще вот такое решение. Этих же самых уровней. Понимаете? То есть, ну, я не хочу славлю, это на простом примере, в учреде в теории дефором. Но то, что в учреде в теории дефором имеет простой, внятный гидродинамический смысл. Условие Липшица означает, что градиент скорости между любыми двумя близкими точками, что градиент скорости в точке, то есть разность скоростей между двумя точками, по крайней мере пропорционально расстоянию между этими точками. Вот это и есть условие Липшица. И тогда траектории единственные. На каждом начальном условии можно приписать траекторию, и это имеет смысл. Что и есть, для каждого начального условия есть решение дефориционного уровня. Хорошо. Давайте допишем уравнение движения. Значит, мы написали силу, действующую на единицу объема. Соответственно, масса единицы объема это ρ, а ускорение единицы объема это производная скорость. Это вот ускорение. Первый вопрос. Что это такое? Это полная производная. Это означает, мы должны посмотреть на данную жидкую частицу, посмотреть на нее через землю dt и взять разницу этих двух скоростей. Это означает, что dv есть изменение скорости в данной точке умножить на dt и плюс смещение нашей частицы и изменение скорости за счет этого смещения. Понятно, что здесь написано? Здесь написано x dv по dx плюс δy плюс δz dv по dz И это то, насколько скорость вот в этой точке и вот в этой точке отличаются, а это расстояние есть δr и оно, конечно же, есть dr умножить на δt. То есть, за время δt изменится все поле скорости в пространстве и это будет это изменение плюс наша частица сдвинется в другую точку. Ну или иными словами, вы можете сказать, что у меня есть просто сложная функция. У меня есть v, которая есть функция от координат и времени. А координата сама зависит от времени. Я должен дифференцировать эту и другую. Таким образом, то, что здесь написано, здесь написано следующее. Если я поделю это, вот это соотношение, я поделю на dt и подставлю вот это, то тут написано следующее уравнение. это скалярное произведение v и градиента. v это вектор. Это уравнение называется уравнением Эйлера. В град в, вы зачем в производной по времени там написали? А? В град в просто. А, да, да, да. А у вас v град в. Вы за мной приглядывайте, а то я вот и пропишу. Значит, вот это уравнение было написано Эйлером сначала в Берлине, но опубликовано уже в Санкт-Петербурге в 1759 году. Ну, и интересно понять, а что уж такого было вот нового, не скажешь, как бы уравнение Ньютона и всего, да, движение. Важная концептуальная вещь была вот такая. Конечно, до Эйлера был Бернолли, который очень много понял и объяснил нам про гидродинамику. Но до Эйлера принято было думать о давлении только как о давлении, которое стенки оказывают на жидкость. Эйлер был первый, который ввел давление как поле, которое зависит от координат. Который понял, что внутри жидкости есть неоднородное распределение давления и градиент этого давления и вызывает движение. Вот в этом было, собственно, достижение Эйлера. Теперь, что это уравнение нам говорит? Оно нам говорит некоторые простые и полезные вещи. Например, что даже если у меня ничего не меняется со временем, все совершенно стационарно, тем не менее ускорение может присутствовать, если вот этот член не равен нулю. То есть если скорость течет, и при этом каждая жидкая частица каким-то образом меняет свою скорость при движении. Например, вот в этом самом случае мы видим, что если бы силы трения не было, и наш чай вращался бы до бесконечности, была бы совершенно стационарная ситуация, никакого изменения. Однако же в ней, конечно, этот член В град В, он, конечно же, не равен нулю. Он есть просто В квадрат разделить на Р, на радиус. И он, конечно же, задает нам градиент давления, показывает нам, что давление здесь должно быть больше, чем давление здесь, чтобы поворачивать нашу частицу. То есть на самом деле, частицы здесь, конечно же, движутся с ускорением, только равномерное, прямонимное движение без ускорения. И это ускорение вызывается градиентом давления. В вашем чайном внутри существует градиент давления от центра к отравлению. Просто как пример. Хорошо. Пошли дальше. Теперь, чего нам еще не хватает? Нам не хватает уравнения на Р. Уравнение на Р должно быть просто закон сохранения, что масса, которая у нас существует, это одна и та же масса, она может просто перетекать с места на место. Поэтому точно так же мы можем взять элемент, сказать, что поток из него должен быть ρ на скорость, и здесь должно быть скалярное произведение, и точно так же мы можем записать его как интеграл по объему, но уже на этот раз от полной производной действующей на вектор. И это должно быть скорость пребывания или прирастания в зависимости от знака этого интеграла. нашей жидкости. И поскольку это должно быть справедливо для любого от объема, то мы получаем уравнение непрерывности, которое вы, наверное, видели, поэтому мы на нем особенно сильно не останавливались. Все? Или мы что-то забыли? Забыли. У нас есть два уравнения. Нужно ли нам еще что-то, или мы можем отправиться смело в путь и их решать? Посчитали уже? Так, у нас есть сколько функций и сколько уравнений. Значит, это одно уравнение, это три уравнения. Итого четыре. Сколько у нас величин? Величин у нас пять. Где взять еще уравнение? Уравнение состояния? Нет. Нет, уравнение состояния. Я уже знаю паеров каждый. Откуда я его возьму? То есть, уравнение состояния я могу брать, предполагая, все это дело изотермическим, или изотермическим, с постоянной энтропией, или еще каким-нибудь. Каким? Нет, я не буду говорить, что ты снижимаемый. Посмотрите, у меня есть для роботов. Я, так сказать, снижимаемой жидкости, так сказать, урок будет констант, ничего такого не будет. Я хочу иметь общего уравнения. Такое уравнение. А? Он сохранение энергии. Но сохранение энергии полностью следует из вот этого уравнения. Нет, нет, не полностью. Уравнение механики, на самом деле. Не следует он полностью из этого уравнения. Уравнение состояния правильно. А просто какое уравнение состояния? Чего мы должны... Вот, например, уравнение состояния я могу добавить. Изотермическое, могу добавить изоэнтропическое. Какое выберем? Почему изоэнтропическое? А если я хочу посмотреть неоднородное... Через... Это самое... Я не знаю, через... Ну, после перерыва, я вас прошу, почему дует ветер. И, конечно, я вам объясню, что это потому, что температура разная. Я хочу иметь разной температуры, я не хочу без температуры. Занкнуть все. Занкнуть все. Занкнуть все, да. Но еще больше того. Я на самом деле уже сделал важное предположение, а именно предположение, что у меня нет сдвиговых напряжений. Это означает, что у меня в системе нет трения. Это на самом деле страшно могучее предположение. Это означает, что у меня в системе нет тепловыделения в результате движения. Это означает, что у меня... И это... Я уже это упомянул. Это означает, что моя жидкость идеально. И если я хочу быть последователем внутри этого приближения, я также должен не иметь никакого теплопереноса. Потому что механизм теплопереноса тот же самый, что и механизм вязкости. Это молекулки из этого слова перебегают в это слово и переносят тепло. То есть также молекулки из этого слова перебегают в это, переносят импульс. Это вязкость. Сдвиговое напряжение имеет тот же самый механизм. Мы, конечно, это обсудим только на следующей лекции. А сегодня я не хочу с этим иметь дело. В тот момент, когда я пренебрю с двиговыми напряжениями, я должен также пренебреть всеми остальными молекулярными механизмами. И четко сказать, что я имею дело с идеальной жидкостью. Никакого трения, никакого тепловыделения, никакого теплообмена. Может быть, неоднородная температура, пожалуйста, она переносится себе. Вот как переносится. Это означает, что я должен, конечно же, писать уравнение движения изоэнтропической. То есть, в тот момент, когда я сделал то предположение, я уже себе выбора не оставил. Это означает, что я должен написать S, которая имеет такая функция от P-ROM, это термогенемический потенциал, как функция термогенемических переменных. Для каждой среды она своя. Я должен потребовать, чтобы она сохранялась. Я не хочу еще писать, что она константна. Я хочу потребовать, чтобы каждая жидкая частица по мере своего движения сохраняла свою энтропию. То линии тока, что ли? Да. Линии тока я еще не ввел, поэтому я этим определением не пользуюсь. Линии тока пока еще у нас нету, они появятся после переноса. Поэтому сейчас у нас пока есть просто уравнение, что dS по dT, ну, что то же самое, что dS по dT плюс V град S равняется 0. И это пятая недостающая уравнение. И вот это фактически использует уравнение состояния, если угодно. То есть на самом деле оно выражает термогенический потенциал через мои термогенемические перемены. Например, для газа уравнение S есть константа, это P есть ров степени гамма, где гамма есть показатель. Хорошо. Вот теперь уже у нас все есть, и мы можем смело приступать к решению о уравнении. Единственное, что я хочу здесь добавить, это то, что я могу взять эти два уравнения и сложить их вот в такой уравнении. Это фактически закон, написанный для единицы массы. Ну, или для одной частицы, то есть для частицы с фиксированной массой. Это закон, написанный для жидкой частицы, которая движется. Я могу его написать как вот такой, например, закон сохранения. Это закон сохранения, написанный для единицы объема. Ро – это количество массы в единице объема. И этот закон сохранения написан для единицы объема. Я могу написать соответствующий закон сохранения для количества энтропии в единице объема. С, это у меня было на единицу массы, и тогда РОС будет на единицу объема. РО имеет размерность грамм на сантиметр кубический, это имеет размерность штуки, энтропия безразмерная, если вы меряете в постоянных Больцмана, это имеет размерность единицы на граммы, единица на граммы, умножить на граммы на кубический сантиметр, имеет размерность единицы на кубический сантиметр. Так вот, для плотности энтропии в пространстве имеет вид такой же закон сохранения, как и для плотности. И это довольно легко проверить, потому что это уравнение есть просто С до РОПОДТ плюс РОПОДТ равняется минус дивергенция РОВС. И сюда мы просто можем взять и подставить ДСПОДТ. отсюда, как минус В град С умножить на РО, а отсюда мы можем подставить, отсюда минус С дивергенция РОВС. И эти два члена в точности равны вот этому. Значит, для чего я сделал это упражнение? Мы, между прочим, уже проскочили через перемену. Мы будем без перерыва, что ты мне обещал звонок, но звонка... Звонок был, был звонок. А звонок был я просто не решил. Сейчас перерыв вообще-то? Сейчас перерыв. Сделаем перерыв на 5 минут или погоним до конца... Как вам? Перерыв. А? Перерыв. 5 минут перерыв. Звонок был. Ну я его просил, ну, тридцать. Такой кафе, что ли? Что? Такой кафе. Гай Кафе. Проблем физики, если физики. Нет. Вот здесь далеко можно. Здесь нет. Что ждет? Ну я не снимаю, я не снимаю. Потом он сработает. Да. Когда остановишься, я сохраняюсь. Потом? Он автоматически сохраняется. Останавливаю, да. Он сейчас и что нет, 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 нет. Он же там пишет, пишет, там потом просто. Я все остальное. То, что же, я не могу. Это мой, заves nothing. Это не только... Ну что, осторожен. Мы еще ... Думаешься? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры делал DimaTorzok Удивительно, насколько это нетривиальное уравнение, несмотря на его, казалось бы, страшную простоту. Оно сейчас объясняет, почему дует ветер. Чтобы знать, почему дует ветер, достаточно этого было добавлено. Оно выглядит непривиально, потому что, на самом деле, действует градиент функции, градиент скаляра. И здесь этот градиент скаляра умножен на какую-то другую функцию. Вообще, говорят, при попытке решать такие уравнения, обнаруживают, что это довольно трудно найти такую функцию, чтобы от нее градиент после умножения на какую-то другую функцию опять давал градиент. И с этим связано то, почему дует ветер. Давайте увидим, как это происходит. Во-первых, обсерватором мы видим градиент, мы от него возьмем ротор и получим следующее соотношение. Ротор от градиента, конечно, будет 0. Это означает, что градиент ро вектором на градиент φ равняется 0. И это означает, что линии уровня ро и φ должны совпадать. Или, иными словами, их градиенты должны быть направлены в одном и том же направлении. Поскольку их векторное произведение равно 0, то это означает, что градиенты направлены в одном и том же направлении. Это означает, что их линии уровня совпадают. То есть, если у вас есть линия постоянного φ, то она должна соответствовать линии постоянного ро. хорошо, давайте решим это дело как пример, который вам конечно хорошо известен для поля для гравитационного поля вот я сейчас посмотрю шпарналку потому что я все время забываю куда я ось z направляю вот я скажу, что φ равняется gz и это будет означать, что z у меня торчит вверх и тогда это уравнение превратится в следующее сейчас все зависит только от z это уравнение можно решать нужно что-то сказать как связанные, например, p и ρ если бы я решал это уравнение для жидкости, которая не сжимаемая тогда ρ было бы константой я про него заботиться не должен и у меня получилось бы, что p равняется p0 минус ρ gz что было бы убывание давления с высотой как и полагается z направлено вверх z направлено вверх у вас вниз у вас вниз z направлено если вы φ так определяете где сила равно плюс градиент φ ребят, давление у меня вверху бывает давление бывает вверх, все правильно это всегда тоже очень характерно это у меня с минусом, это с минусом значит оно... аааа, так ну у вас минус вот там затесался виноват виноват ответ правильный да да да, вот этот фил с аторозом внизу есть хорошо, значит давайте я все-таки еще два слова скажу про атмосферу значит это на самом деле очень плохое приближение к атмосфере оно давало бы линейное убывание давления с высотой вот так значит, на самом деле, конечно же, можно сказать так нет, воздух же это не жидкость вовсе даже, а это газ на самом деле а раз это газ, так у меня на самом деле p и ρ связаны я могу сказать, что p у меня равняется просто r на t разделить на m так просто на цель уровня состояния идеального газа и после этого, если я обращу, то я сразу напишу его решение p от z равняется p от нуля если я поставлю сюда ρ, выражу его через p, получу dp по dz пропорционально p это мне даст экспоненту ааа на e в степени минус m g z на t и это даст мне вот такой закон убивания экспоненциальный, который куда более не на самом деле, чего бы мы ждали от настоящей атмосферы? что она ближе к вот этому или ближе к вот этому, или вообще ни то ни сё? где я наврал, когда написал экспонент? t постоянно t постоянно, это, конечно, не постоянно, а, конечно, это функция от координат и, конечно же, я могу решать это уравнение dp по dz равняется минус g t от z значит, p t от z на m правильно? то есть здесь я могу просто взять и заменить это дело линейным законом по убыванию температуры температура убывает с высотой примерно по линейному закону 6,5 градусов на 10 километров и убывает она так до примерно, сколько тропосферы хватает 6,5 градусов на 10? на километр на километр и убывает она так до 10 километров примерно от тропосферы следовало, там дальше она начинает возрастать и это мне, на самом деле, легко решить это уравнение и в этом случае тоже это у нас поменюточный закон не думаю вот, теперь проверим про то, что я говорил значит, если у меня есть сила тяжести, то в ней линии уровня плотности должны быть горизонтальными то же самое, как мы получили только что, должны быть линии уровня давления давление зависит только от С если у меня плотность и давление заданы то уравнение состояния однозначно задает температуру поэтому, если у меня есть разные температуры в разных местах по горизонтали на одной и той же высоте то движение обязано возникнуть потому что уравнение гидростатики не имеет решения глобальные движения воздуха в атмосфере вызываются тем, что на одной стороне день, на другой ночь и температура на них разная на одной и той же высоте по горизонтали То же самое, конечно, происходит и на более мелких масштабах, на масштабах десятки и сотни километров, когда есть разницы в температурах по горизонталу. Есть и другая причина движения в атмосфере, которая связана с тем, что внизу теплее, а сверху холоднее. И то, чего мы не будем делать, но если посмотреть, вот этот коэффициент, который 6,5 градусов на километр, то он очень близок к границе устойчивости конвективной. То есть, когда теплая жидкость, теплый воздух, он легче холодного, он стремится подняться и образовать вертикальную конвекцию. Но вертикальная конвекция образуется не всегда, а вот любое горизонтальное градиент температуры немедленно вызывает движение жидкости. Что мы из этого простого получили? Это все, что я хотел рассказать про гидростатику. Я хочу немедленно пойти дальше и перейти сейчас, сделать общее замечание про законы сохранения. Значит, вот уравнение, давайте выпишем уравнение, которое у нас есть, чтобы нам больше ничего не мешало. Значит, вот у нас есть уравнение, уравнение Эйдлера и есть уравнение, вот это вот уравнение, сохранение энтропии и уравнение непрерывности. Значит, в принципе, уравнение, как я говорил, если я имею неоднородно нагретую жидкость, то это уравнение осмысленно, потому что оно мне описывает, как энтропия у разных участков жидкости переносится в пространство. Однако, если я вначале рассмотрел жидкость, у которой совершенно одинаковая температура, не было никакой скорости, то у нее энтропия совершенно одинаковая во всем пространстве. После этого, в силу этого закона, у меня энтропия не меняется никак. И она перестает быть, как бы, степенью свободы. Уже от нее ничего не зависит, и я могу просто это уравнение заменить. То есть, вот это уравнение означает, что движение адиоматично. А я потребую более сильного, а я захочу, чтобы S, как функция от координат и времени, была просто константной. То есть, не менялось никак. Вот давайте рассмотрим такой простой случай. И это называется изоэнтропическое решение. В этом случае просто энтропия, изо, то есть, энтропия везде одинаковая. В этом случае все можно очень сильно упростить. Чтобы это сделать, нам на самом деле нужно ввести такую термодинамическую функцию, которая была бы функцией от энтропии и еще от чего-то. Ну, например, мы могли описывать все в терминах энтропии как функции давления и плотности. Но вы знаете из термодинамики, что в термодинамике можно переходить от одной пары переменных к любой другой паре переменных. И простая идея, зачем это делать, что обычно удобно выбирать в качестве переменной величину, которая фиксирована. Тогда можно о ней дальше не заботиться. И задача про функции от двух переменных сводится к задачи про функции от одной переменной. Поэтому хорошо бы найти топлива. Это, на самом деле, простой смысл термодинамики. Там есть много всяких, так сказать, сложных вещей, которые говорятся. Но простой смысл, по большей части, это то, что это просто разумно выбрать в качестве переменной то, что оно не меняется. Так вот, нам хорошо бы найти такую функцию, которая бы была функцией энтропии и давления. И тогда ее, соответственно, при постоянной энтропии, ее градиент совпадал бы с градиентом давления. С точностью домножителя. Да, с точностью домножителя. Что это за функция, что это за термодинамический потенциал, который является функцией от энтропии и от давления? Значит, в принципе, мы знаем, что в термодинамике мы экспонсультируем с энергией, которая функция от энтропии и объема, там числа частей, с трампорам. Потом мы избавляемся от этого с помощью условий экстенсивности. А теперь мы хотим, чтобы здесь было не В, а П. Для этого надо сделать преобразование Лежандра. То есть нужно взять и добавить сюда В и производную от энергии по объему, которая есть П. И вот эта величина, это все, больше термодинамики не будет. Я вижу очень грустительно. Кто-то начинает до термодинамической разрешения написать, это просто. Но, может быть, не забудем. Здесь вот штука называется энтальпия. И она очень удобна. И она будет встречаться снова и снова здесь. Еще можно доказать из этого определения, что энтальпия, которая изморная по плотности, плотность есть единица на объеме. Как говорится, энтальпия, это на английском я энтальпия, а русский энтальпия на предпоследний слог подарить. Энтальпия. Я, наверное, так и думал. Это все с английского. И потом я 20 лет перевучивался говорить энтальпия, а теперь вы хотите меня за 5 минут перевучить обратно. Вот. Вот мы ведем такую величину, и устроена она так, что вот здесь у нас после этого будет стоять радиент энтальпии, но только в том случае, когда S является константой. То есть только в случае, когда у меня W равняется чего-то там на DS, чем я принадлежу, и DP, VDP, что на самом деле я напишу как DP на Ру. То есть дифференциал энтальпии есть дифференциал давления, разделенный на Ру, и, соответственно, градиент Ру есть градиент. Градиент П на Ру. Это означает, и это для этого все мои труды были, потому что действительно рассмотрение постоянной энтальпии позволяет существенное упрощение. Когда эта штука, которая была градиентом, умноженная на что-то, стала просто градиентом, сразу стало хорошо. И давайте увидим, в чем стало хорошо, и каким образом мы это можем использовать. Мы после этого можем написать это уравнение, расписав его формулу БАЦ-ЦАП. Вы учили из векторного анализа. Будем считать, что мы ее знаем. Я поэтому представлю вот этот член как градиент В квадрат пополам минус вот этот самый В на ротор В. То есть на самом деле В на ротор В есть вот это минус вот это. То есть я могу это представить вот так. Понятно, почему я так хочу сделать. Я хочу в уравнении на ДВ по ДТ выделить часть, которая будет градиент чего-то, и выделить часть, которая будет вдоль. И будет часть, которая типа ротора, поперек. Вот сейчас мы это и проделаем. И в результате уравнение будет записано в таком виде. И к этому виду мы будем возвращаться все время. Давайте я все время будем вспомнить, что в таком виде это есть Е плюс ПВ или Е плюс П на ротор. Я пишу все на единицу массы. Поэтому, соответственно, мой объем это единица на плотность. Чуденько. Теперь смотрите, что у меня получилось. У меня получилось это ускорение, то есть не ускорение, а изменение скорости в данной точке распалось на градиент и на что-то, что перпендикулярно скорости. Это перпендикулярно скорости. Это вдоль скорости. Вот теперь я введу линии тока, которые мне предлагали в прошлый раз на прошлой реакции вести. Это означает, что у меня есть линия, в которой в каждой точке ее наклон в точности есть VY на VX. Иными словами, я введу линию, которая создается соотношением VX на VX равняется VY на VY. В проекции на любую плоскость VX на VY равняется VX на VY. Это и задает мне линию. Эта линия является везде тангенциальной к линии, по которой движутся частицы в данный момент. Чем отличаются линии тока от траектории частиц? Это две абсолютно разные вещи. Траектория частиц это линия нормали, к которой задают скорости частицы в последовательные моменты времени. Вот частица была здесь, потом она будет здесь. Вот это ее траектория. Линия тока это что-то про один момент времени. В один момент времени у меня в пространстве есть разные частицы. И касательный вектор к линии тока задает мне скорости в разных точках в данный момент времени. То есть линии тока в один момент времени в разных точках. Траектории одной частицы в разный момент времени. В случае стационарного течения они совпадают. То есть частица движется по линиям тока и линия тока является траекторией. Теперь, вот я вижу, что то, что у меня здесь написано, это моя производная вдоль линии тока. Это производная вдоль скорости в данный момент времени. А это поперек ей. И это означает, что если я теперь засмотрю стационарное течение, то я мое уравнение могу спроектировать на линию тока. Если я не интересуюсь, что происходит с другими линиями тока, а интересуюсь только одной линией тока, то я могу написать, что производная вдоль этой линии тока от величины W плюс V квадрат пополам равняется 0. Или иными словами, что E плюс P на ρ плюс V квадрат пополам равняется константой вдоль линии тока. Для другой линии тока это может быть другая константа. Это соотношение Бернулли, которое, конечно, Бернулли получил задолго до Эйлера еще раньше. Это практически, как инструмент оценок, практически все, что нужно знать из гидродинамики. Как когда-то на боксе через два месяца тренер собирал, и говорил, для уличной игроки вы уже готовы, вам больше ничего не надо. Так вот, для большинства оценок в гидродинамике вот эта формула все, что вы должны знать. Давайте посмотрим, как она работает. Представим себе, что мы, скажем, не в машине, о космическом корабле и подверглись метеоритной атаке. И нам пробили кабину, и нам пробили бак с горючим, с жидким. И, соответственно, у нас вытекает жидкое горючее через дырку, и вытекает воздух из кабины. Что быстрее будет вытекать? Всегда отвечайте сразу. Расскажутся, что горючее. Потом думайте. То есть, хотите две интуиции? Если воздух, то почему? Он легче, но как бы на него и силы действуют легче. Одинаковый диаметр, это металл. Да, нет, я имею в виду на единицу площадь. Вообще все метеориты одинаковые. Метеоритная атака, все метеориты одинаковые. Не-не-не, объемы такие, что это маленькая дырочка, которая еще не знает, какой там большой объем и сколько ему вытекает. Давайте посчитаем. Значит, первое. Жидкость. Несжимаемая жидкость. Давление не меняется. Значит, какое-то это самое есть. Давление внутри, какое-то давление F0. Снаружи у меня давление 0. Я в космическом корабле. Значит, внутренней энергии жидкости при движении ее не меняется никак, поскольку это несжимаемая жидкость. Она какая-то была там внутри, такая же выходит наружу. Поэтому понятно, что скорость, с которой вытекает моя жидкость, равняется просто 2P на рожь, какая она там есть. Вот это моя скорость вытекания. Интересно, кстати говоря, я взял какие-то числа для оценки. Если я возьму, что у меня там... Какие я взял? Я взял обычную воду. Это 1 грамм на кубический сантиметр. Атмосферное давление, 10,5 ньютон на метр квадрат. И получил эту штуку в корень из 200. То есть примерно в метрах в секунду. 14 метров в секунду. Легко посчитать, насколько вам хватит горючки. Примерно с такой же скоростью, кстати говоря, у вас будет вытекать из... Это, естественно, скорость. Вы должны будете ее уложить на сечение. Но мы еще поговорим, как расход посчитать. Такую же скоростью, кстати, если вы без забав в машине пробьете. Это первое время сбоку. Будет вытекать примерно так же. От давления. Если бы вакуум. А? Если бы вакуум. Или если бы вакуум большим давлением. Важно, чтобы давление было внутри много больше, чем с нами. Теперь давайте газ. Что отличается от газа? От газа в отличие в том, что теперь энергия меняется по мере движения. И, кстати говоря, до вычислений качественная энергия газа при выходе его наружу будет уменьшаться или увеличиваться? Уменьшаться. Уменьшаться. Он будет охлаждаться. Он будет расширяться и будет охлаждаться. И поэтому сюда перейдет больше, чем это еще добавится отсюда. Поэтому понятно, что мы выбираем раньше, чем у нас хочется корюче. Давайте посчитаем на сколько. Вот, значит, нам нужно знать... Конечно же, мы работаем теперь, я напоминаю, в законе, когда у нас энтероперия везде константа. Это означает, что у нас для газа, с которым мы сейчас работаем, просто П пропорционально Ро в степени гамма, где гамма зависит от того, сколько атомный у нас газ. И дальше можно посчитать... Вы помните, что это равняется ДП на Ро. Если я возьму от этого интеграла, то я могу получить энтеропию, энтеропию, которая гамма П на гамма минус один Ро. И вот это теперь больше, чем П на Ро, естественно. Ровно на внутреннюю энергию больше. И теперь, если я напишу свою скорость, то В у меня равняется корень квадратный из П на Ро на 2 гамма на гамма минус один Ро. Но это скорость на бесконечность, а на выходе из инферсия, это скорость... Это скорость на выходе в вакуум, грубо говоря. То есть эта скорость... Ну, грубо говоря, я предполагаю, что когда он выходит, то он это расширяется так быстро, что давление падает до доля. Конечно же, можно, так сказать, писать какие-то поправки, связанные с тем, что... Но если там действительно вакуум снаружи, то газ будет так быстро расходиться. Значит, в принципе, на третьей, что ли, или нет, на четвертой лекции мы увидим, что гамма П на Ро, это на самом деле ДП по Ро, это квадрат скорости звука. И поэтому то, что здесь стоит, на самом деле, может быть выражено через скорость звука. И мы теперь понимаем, почему газ на самом деле выходит быстрее, чем просто П на Ро, потому что в нем еще часть внутренней энергии переходит в кинетическую. И это то, что нам делается. У него еще плотность меньше. Это да. Предполагается... Я на самом деле, в каком смысле, хотел сравнить эти две формулы, просто с точки зрения вот этого фактора, что при прочих... Если я скажу, что П пропорционально Ро, например, и у них отношение П к Ро к одинаковым, тем не менее, вот этот фактор, который всегда больше единиц, всегда мне обеспечит, что у газа, при всем прочем равном, при П отношении к Ро одинаковым, газ всегда будет вытекать быстрее, потому что его кинетическая энергия переходит. То есть, потому что внутренней энергии переходит в кинетическую. Значит, теперь хотелось бы... Ну, еще простое применение формулы Берлоли, которую вы тоже все знаете. Это формула, которую... Я не знаю, кому ее приписывают. Наверное, Тельчелли. Вот. Что если у вас есть дырка сбоку, то из этой дырки вытекает вода, и нужно сделать линию тока вот такую. Да? И если давление здесь и давление здесь одинаковое, то тогда то, чего нам здесь не хватает, это нужно сюда добавить еще потенциальную энергию, на единицу массы. Обратное же Z у нас смотрит вверх. Чем выше Z, тем больше потенциальная энергия. И мы отсюда получим, что V квадрат равняется 2G на H. H, где H это высота. Теперь, это известная тривиальная формула. Единственный момент, который я говорил про нее, обреть ваше внимание, это могу ли я теперь взять эту скорость, или вот эту скорость, например, и умножив ее на сечение отверстия, посчитать расход. На плотность, ну да. Маленькое, круглое, маленькое отверстие. Я беру скорость, посчитанную вот таким вот образом, потерями бернули, умножаю ее на площадь отверстия, на плотность. И эта задача, на самом деле, была поставлена задолго до всех бернули этих самых людьми, которые продавали вино. Известна толщина отверстия, известна высота вина в бочке. Приходит с вот такой вот амфорой клиент, вы туда вставляете, значит, и оно льется. И, в общем-то, мерят туда не очень, да и вообще не хочется туда палку сувать, потому что это вино, это продукт, его бьют. Хочется по часам сказать, через сколько времени, значит, будет налито сколько, если вы не хотите наполнить все амфорой. И продавцы вина задолго до физиков узнали правильный ответ. Да, Пик? У вас уровень опускается постоянно. Да. Будем считать, что это такая здоровая бочка, а это такая маленькая дырка, что в этом можно прилипеть. Под углами. Что под углами? Скорость. Правильно. Струя сжиматься будет. Дело в том, что когда мы вот это вот все пишем, то мы сегодня спрашиваем, а это о чем? Это как будто бы мы пишем про одну линию тока. А мы говорим, что линии тока разные. И вот если мы посмотрим сюда, что на самом деле происходит со струей, то со струей происходит следующее. Она на самом деле сжимается. Почему? Потому что на самом деле разные струи подходят сюда под разными углами. И они имеют компоненту скорости, которая направлена к центру. Эта формула, и эта формула, и эта формула абсолютно правильная. Только не здесь, а вот здесь. Когда она перестала сжиматься. А вот здесь она неправильная. Здесь и другая скорость. Поэтому по-хорошему надо взять эту скорость и умножить ее на вот это вот сечение, а не на вот это, а где и на вот это. Там же и горизонтально, может, счет. Для двумерной плоской щели, эта задача решается очень красиво, бета-миконформного, 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 выражаясь по-русски. Для трехмера она, к сожалению, не решается. Известен ее ответ для трехмерной дырки 0,60 вон. Степель довольно большая. Вы не хотите набрать на 38%, если вы продаете вино. Тем более, они в свою пользу. Почему? Как раз польза продавца. А, ты хочешь сказать, куда? Если бы я ее оценивал по этой форме. То есть, может, на самом деле, покупатели кем вы открыли этот цирк? Покупатели от крыши. Возможно. А может, какая-то лига защита клиентов в Древней Греции. Но есть случаи, когда это на самом деле, и это приведем в разных книжках, вот в такой ситуации, когда у вас есть дырка, в которой вы, так сказать, рассмотрели, как бы трубу, которая дается сюда, можно найти этот коэффициент сжатия точно, и он равен 0,5. Ну, как сказать, когда точно можно найти, то число это довольно простое. Я сейчас не буду это находить, это в качестве простого домашнего задания. Можете посмотреть в Лемоновских лекциях, там есть простое объяснение. Ландау нет. Ландау как бы рассматривает всякие сложные вещи. В случае 0,5 вот какой. Когда у вас есть труба, которая отдается внутрь. Это называется... Это называется борда-борда. Имени борда. Борда-маус-пис. Короче, есть труба, которая отдается внутрь. Для чего это нужно? Чтобы можно было пренебречь движением возле стены. Понимаете? Когда у меня прямо дырка в стене, то я должен учить, что у меня это движение... Я не знаю, как его учить. Когда у меня отдается вот так, то у меня на самом деле течение как-то происходит вот так. Но важно то, что если я теперь посмотрю на эту площадку, я могу ее сравнить с этой площадкой. И на эту площадку у меня есть давление, а на эту площадку нет. И разница этих давлений и будет задавать мне силу, которая выталкивает эту жидкость отсюда. Иными словами, я должен кроме закона сохранения энергии, которую я написал здесь, учить еще закон сохранения импульса. И это даст правильный ответ. Проверите, кто. Значит, это, может быть, еще одна вещь, которую я вам хочу сказать. Я прямо-тременно буду делать замечания по поводу эксперимента. Физика вообще экспериментальная. Значит, когда я говорю про линии тока, то, например, экспериментальные линии тока наблюдаются так. Жидкость засевается частицами, которые движутся и отражают свет. И делается фотография вспышками через короткие интервалы времени. Если делать такую фотографию с выдержкой сравнительно небольшой, то каждая частица успевает сдвинуться только чуть-чуть. И в результате то, что мы видим, мы видим такие вот короткие линейки. И эти линейки просто вырисовывают линии тока. Потому что это ровно в данный момент вспышка за короткий интервал времени насколько изменилась каждая частица. А, например, если мы хотим померить скорость внутри, то мы используем теремму пернули следующим образом. И это, по-моему, простейший генетиномический измерительный прибор, который невероятный, тем не менее эффективный, и до сих пор используется в лабораториях, особенно в современных таких биологического характера лабораторий, где техника сравнительно простая. Если у вас есть течение, и вас интересует померить скорость, то используется так называемый труб капитол. Вы просто вставляете вот такую трубку колено, которая выходит наружу. И вы обнаруживаете, что чем быстрее здесь движется жидкость, тем выше поднимается вода колено. И, соответственно, поскольку понятно, что если вы рассмотрите вот такую линию тока, то здесь уже жидкость стоит, здесь она движется, а здесь она стоит. И понятно, что вся генетическая энергия здесь переходит в потенциальную энергию подъема, и просто ровный квадрат пополам должно равняться G, H, E, H, вот эта высота подъема. То есть по высоте подъема мы просто меряем мы просто меряем скорость вот здесь. Значит, мы вот немножко правы в спине. Теперь давайте пойдем дальше и выясним то, что уже обсуждалось, а именно разные законы соотношения энергии. Значит, во-первых, я хочу, на самом деле, перепрыгнуть через порядок, который у меня в лекциях, сколько уже упоминалось закон сохранения энергии, и написать закон сохранения энергии. Значит, у нас есть уравнение. Опять же, давайте работать вот в этом приближении, по которому мы находимся, есть вот это уравнение, и есть одно уравнение непрерывности. Значит, теперь у меня есть уравнение 1, уравнение 2, а больше 2. С этой стороны видно все, чтобы не скотят. Значит, давайте напишем закон сохранения энергии, который есть в этом случае. и сначала спросимся, что такое энергия. Так, это не то, что нужно. Значит, у меня есть энергия на единицу массы, если я умножу на плотность, это будет энергия на единицу объема, плюс у меня есть иентическая, это есть внутренняя энергия жидкости. И, заметьте, я ее нигде не специфицирую, она у меня все время ходит, так сказать, такой губой, которую я все время просто таскаю с собой, потому что, на самом деле, чтобы ее специализировать, можно сказать, какая у меня среда, жидкость, газ и так далее. И я это делал, когда рассматривал вернули, а так я могу ее все время более-менее носить с собой в подарок. Значит, и у нас есть плотность энергии, жидкости на единицу объема, и я хочу написать от нее деподумент, и иметь закон сохранения на единицу объема, как мы знаем, это иметь что-то в таком вот духе. d по dt должно быть дивергенция чего-то. Тогда, когда я проинтегрирую это по всему пространству, интеграла в дивергенции даст миную. Потому что это будет интеграла в границ, и я предполагаю, что ничего не течет. Значит, и я хотел бы, чтобы это было минус, дивергенция, и я хочу знать, что вот здесь стоит, и то, что здесь стоит, будет у меня потоком умерки. Значит, ну и, соответственно, как это делается? Человек должен написать, что это dE, dR, 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 dR. Я вычисляю частную производную в данной точке. Это не производная по мере движения. Я взял кусок объема, и я в нем вычисляю в этой точке объема, в этом маленьком элементе, как происходит и изменение. плюс V квадрат пополам, dR, 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 dR. И dR, 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 dR. Конечно, я подставлю оттуда, плюс... дайте я сразу пишу это с вами. Плюс... если я вспомню формулу, которую я стек что вот это на самом деле энтальпия то у меня получится такое уравнение W прибавить V квадрат пополам на DRO по DT, что есть минус инвергенция ρV плюс ρV и это все я могу записать как минус дивергенция ρV на вот я вывел уравнение непрерывности для энергии то есть D по DT от плотности энергии равняется минус дивергенции и вот это есть поток поток энергии и он выглядит неожиданно давайте на него посмотрим внимательно поток энергии есть скорость умножить на саму энергию и еще чему-то то есть этот закон отличается от вот этого закона где поток массы есть масса умножить на скорость здесь поток энергии и есть энергия умножить на скорость а еще чего-то мы это уже видели в теореме Бернули в теореме Бернули у нас не было закона сохранения E плюс V квадрат пополам ну потенциальная энергия мы все время добавляли сюда P на ρ вот это сохранялось а вот это нет работа почему? работа потому что это работа которая совершает жидкость или которая совершается над жидкостью и тут мы видим два совершенно разных закона сохранения закон сохранения вот этот это закон сохранения когда каждая частица несет свою массу и она этой массой не обменивается ни с чем другим это есть определение жидкой частицы это то, чего масса фиксировала но когда мы рассматриваем энергию то любой элемент обменивается энергией с другими элементами поэтому тотальный интеграл от вот этого конечно ноль производная полная энергия конечно ноль но в этот поток если я посмотрю вот сюда то то, что здесь написано это последний элемент это V на P и это в численности мощность единицу времени это работа, которую мы производим в единицу времени именно это определяет тот теперь что еще я хочу в этом месте обратить ваше внимание что мы уже имеем какое-то количество законов сохранения и давайте произведем небольшую классификацию среди них во-первых мы имели вот этот закон сохранения от которого мы сейчас счастливо избавились и он является как говорят лагранжиным сейчас я объясню значит у нас сейчас появится уже появились мы сейчас их просто классифицируем значит этот закон связан с движением частиц соответственно мы могли вместо этого написать его как вы помните в таком виде который теперь относится уже к фиксированному в пространстве то есть к единице объема а не к единице массы данной частицы и это описание могли называть Вейлером конечно же в физике мы встречали и то и другое когда мы рассматривали механику частиц мы всегда работали вот так мы брали частицу мы следовали за ней и мы изучали что происходит с ней там уже надо заканчивать сейчас потому что уже вот звонок прозвенел а следующая пара здесь будет а я извиняюсь хорошо значит я последнее что хочу сказать это то что вот мы сейчас увидели как устроены два разных законосохранения и на следующей лекции мы начнем совершенно нового качественно другого законосохранения даже на вопрос не осталось что есть такая шутка что некоторое занятие это самое лучшее делать самому чем наблюдать как делают другие так вот Вейлерово это наблюдение за хреном поджительной стече а Вадранжево это движение в месте в конечной стече это природа но это очень важно что это что это что это что это что это это что это это